Весной следующего года в Черкесске будет полностью благоустроен парк около городского дворца культуры. С наступлением тепла планируют сделать территорию действительно зеленой зоной. Об этом заявили в мэрии региональной столицы. По алиям парка прогулялся наш корреспондент Артур Мхце. Несколько лет назад в этом парке Черкеска можно было потеряться. Так называемая зеленая зона около городского дворца культуры больше походила на заброшенный лесной массив. К благоустройству сквера власти региональной столицы приступили после реконструкции самого учреждения культуры. При этом был проведен опрос населения. В проекте постарались учесть пожелания горожан. В рамках благоустройства были установлены дополнительные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, возведен общественный туалет, установлено 40 фонарей освещения дополнительных, а также установлены мусорные урны в количестве 15 штук. Весной следующего года мы планируем заняться озеленением данной территории. Будет завезен чернозем, посажен зеленый газон и планируем посадить около 100 деревьев. Уже имеющиеся удобства не могут не радовать. То, о чем раньше горожане и не мечтали, теперь стало явью. В летний период здесь настоящий оазис. Рядом с работающим фонтаном созданы условия, чтобы позагорать на солнышке. По близости территория для улучшения физической формы и детская игровая зона. Теперь это место массового посещения людей необходимо защитить от вандалов. О том, что это действительно нужно, напомнили эксперты регионального народного фронта. Нынешней весной они вместе с полицейскими и активистами посадили в парке 50 кленов. Ну, на сегодняшний день осталось, вот мы насчитали сейчас их 19 штук осталось всего лишь. И вот, ну вот, это тоже из остатков. Вот такой вот молоденький клен, который наверняка хотел жить не меньше, чем мы с вами. Деревья служат для того, чтобы защищать нас. Они дают нам кислород, это наша защита. И в год экологии, ну, тем более это кощунственно выглядит, что вот где-то здесь мы обнаружили в один из прекрасных, в кавычках, дней следы от тяжелой техники и подавленные, поломанные саженцы. По словам представителей мэрии Черкеска, чтобы сохранить создаваемую красоту, в парке до конца года планируется установить несколько камер видеонаблюдения. Это позволит следить за происходящим в режиме реального времени. Артур Махце, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия.